Привет, друг! Закончился фестиваль Гортензии, и мы, не теряя времени, поехали на Сады и Люди в Москву, чтобы успеть, пока не закрылся выставка здесь. И мы начинаем свой обзор. Я не знаю, выйдет, наверное, все-таки несколько небольших роликов, прежде чем мы вернемся в свой прежний режим и будут выходить... Мы хотим начать именно с этого уголка. Это Сад Закатов. Сад, который получил две золотые медали. И это отдельная гордость, потому что это питерские девчонки. Девчонки, я вам еще раз говорю, что вы невероятно крутые. И я уже подходила к Катюше с мыслью о том, что, может быть, мы возьмем и этот сад перенесем к себе в репетию. Я вам объясню, почему. Потому что здесь сады все прекрасные. Они все с глубокой философией. Все очень здорово. Но если смотреть на сады именно с той точки зрения, как их не выставочные, буквально, что через неделю их разберут, а на сады, которые будут иметь возможность развиваться во времени, которые не одновременно, то таких садов здесь, наверное, может быть штук пять. И Сад Закатов один из них. Потому что останется структура зимы. Боярышник скинет свою листву, и он будет очень фактурен и очень графичен в зимний период. Здесь осенью возьмет на себя акцент Дадон, и это будет словно вторить своему названию Закатов. Здесь даже весной, на самом деле, будет не скучно. И это тот сад, который с каждым годом, да, он будет требовать каких-то видоизменений, но он реально с каждым годом будет все лучше и лучше. И это круто, потому что девчонки придумали не просто красивую идею, да, сделали не просто качественное исполнение, да, а при этом они делали так, как будто этот сад будет жить и должен жить долго-долго-долго-долго-долго. Поэтому очень бы хотелось. Спасибо, на самом деле, всем, кто девчонкам помогал. Спасибо компании W за то, что они вписались и за их материал. Спасибо нам, репейнику, что мы не отмахнулись и тоже вписались и поучаствовали в создании такого чуда. Спасибо всем тем, кто помогал девушкам. Я вижу здесь потрясающую подсветку. Ребята, мы очень хотим с вами познакомиться, потому что то, что я здесь вижу, вот, это действительно круто. И было бы, да, очень здорово продлить этому саду жизнь. Давайте просто в буквально несколько раз. Мне очень радостно, что большая часть растений это именно растение-слепейник, и я узнаю свои растения. Не узнаю вот эту чудесную финоцерю. Вот, потрясающий сандаун, по-моему, так и называется, сорт закат. В подтверждение названия она просто великолепна. Девчонки, спасибо, что вы открыли для меня этот сорт. Спасибо тем, кто его вырастил. И черная вода. Ой, она действительно черная. И это целая-целая философия, это целая-целая подоплека. Это очень здорово. И, Катюша, тоже хочешь сказать пару слов. А я еще раз хочу сказать, Питер, вы крутой, девчонки, вы крутые. И все те, кто участвовал и помогал девушкам, вы мега крутые. Спасибо вам. А я тебя оставляю наедине. Я от тебя могу сказать, что для меня будет большой честью, если девушки согласятся на размещение, на продление экспозиции этого сада у нас в природном центре, в природном парке Репейник. Потому что от тебя могу сказать, что вот удивительное дело, этот сад действительно будет с каждым годом, с каждым сезоном красивее и красивее. Просто потому что любой ландшафтный архитектор или садовник, благоустроитель знает, что свежепосаженные цветники, какой бы красивый готовый кондиционный посадочный материал не использовался, все равно имеет некую такую недосрочность, что ли. Здесь этот эффект минимален, но я могу сказать с точной, глубочайшей уверенностью, что вот щучка, например, которая здесь является фоном, она потеряла, к сожалению, большинство своих метелочек в процессе транспортировки. Была обрезана, ну, просто ломается в процессе транспортировки, растения, напомню, ехали аж из Питера сюда. Но в следующем году, когда она встанет сначала сочной зеленой кочкой, а потом распустит свою дымку, вот эти вот кусочки имитации луга цветущего, да, такой вот шикарной осенней гаммы, теплой, охрянистой, с золотинкой, она дополнит еще своей дымкой, летящей над яркими пятнами цветущих многолетников. И это потрясающе. Боярышник уйдет в красивый осенний цвет, и в дальнейшем, если представить, что это существующий настоящий сад, да, его можно формировать, и причем его можно формировать довольно жестко для того, чтобы жесткая стрижка, уводя его в такой структурный элемент, более рукотворный, был на контрасте с мягкими массивами, ну, а-ля диких цветущих лугов. Потрясающая история. Я просто в восхищении, и еще раз повторюсь, для меня будет большой честью, если этот сад в том или ином варианте, да, появится у нас.